Рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. С вами Бутылкус, Роман Третий, Павел, Леонид, Николай. Как меня замучил мой позывной. Надо мной уже прикалываются, но речь не об этом. Высказывались претензии, мол, что ты не показываешь процесс изготовления антенн. Окей, покажу сам процесс изготовления. Речь об трапах. Трапы представляют из себя, по большому счёту, не более чем каркас, подготовленный для намотки катушек. Катушки будут мотаться из коаксиального кабеля РГ-58. Прямо по внешнему. Диаметр трубы 40-й, наружный, внутренний 26, ну, внутренний не важно. В него очень хорошо залезают вот как раз вот эти вот 26-е болты. То есть, вот прям вот отлично. М6 на 26 или на 28, по-моему. По-моему, на 26. То есть, вот они хорошо встают и вот появляется, вот остаётся там миллиметров 6 примерно на глаз свободного пространства. Вот в этом диапазоне можно оперировать вполне себе, да. Ну, я имею в виду как-то поддавить что-то, клеммы какие-то и так далее. То есть, вот две шаёбочки. Получается, можно много чего интересного соорудить с такой конструкцией. Всё просто. Ну, и, соответственно, трубы достаточно прочные. Она толстостенная. Куда-то я штанги на циркуле опять заиграл. Ну, миллиметров 8, наверное. А чё? 26 внутренний и 40 наружний. 7 миллиметров. Вот. 7 миллиметров получается стенка. Хорошая вещь. Очень-очень прочная. Невозможно согнуть. Только двухметровую мне удалось так прогнуть. Но она такая прочная очень. Итак. Антенна на 20, 40, 80 метров. Траповый симметричный диполь. Траповый симметричный диполь. Она же, вроде как, как бы В3ДЗЗ. Хотя, на самом деле, нет. В3ДЗЗ, всё, что сделал. Он обычный траповый диполь, который и до него был известен. Он рассчитал точку установки трапов так, что антенна зарезонировала двух трапов. Всего-навсего двух. Не четырёх, как будет у меня, а двух. Он умудрился сделать с двумя трапами антенну, которая зарезонировала аж на пяти диапазонах. Перекрыла, в общем-то, всё. И это, кстати, круто. Потому что антенна получилась довольно эффективной. То есть, не сильно уступающая самому обыкновенному диапазонному диполю. У меня будет приблизительно то же самое. Не сильно уступающая полноразмерному полуволновому диполю на каждом диапазоне антенны. Поехали мотать трапы. Подготовил я четыре каркаса трапов разной длины. 100 длина общая и 800. 80 и 100. 80 и 100 миллиметров, наоборот. Они разной длины, значит. И, соответственно, разной длины посадочные места для Коксиала. Сколько нужно брать Коксиала, я рассчитывал в программе ГалАНА. Хорошая вещь. Там есть такая функция, есть такой инструмент. Калькулятор Коксиальных трапов. Значит, для сорокового диаметра я всё рассчитывал. Тут себе записывал просто моточные и моточные данные. Вот у меня вся, значит, вся моя, как это правильно показать-то, во. Значит, вся моя расчётная вот эта вот требуха есть. Вот они у меня, получается, записаны. Значит, на сороковом диаметре шесть витков 58-го кабеля дают резонанс на 14 МГц. Ну, на 13,9, вот я смотрю. На 13,9 нормально. Трап должен быть настроен на частоту чуть-чуть ниже, чем рабочая частота от предыдущего полотна. И на 7 МГц 11 витков резонанс на частоте 6,9. Но ещё из калькулятора я забыл выписать. Вот сейчас себе дополнительно выпишу. Очень удобно, что сразу же рассчитывается необходимая длина кабеля. То есть, понятное дело, я отрежу с запасом сейчас. Но вот запишу себе. Значит, для того, чтобы сделать шесть витков на сороковом диаметре, мне понадобится восемь с половиной метров... Ой! Восемь с пять сантиметров. Это точная длина. Но буду отрезать, наверное, 90, да? Вот ещё по пять сантиметров, чтобы хлястики там можно было спаять. Включать будем по схеме. Хитрой схеме этого. Как его? Один к четырём трансформатора ВЧ. Всё ещё, да, там такие тонкости есть. Как его включать? Вот. Ну, это всё увидите. Значит, ну, вот восемь с половиной, да? Значит, восемь с пять сантиметров, да? Вот и записываем. Значит, восемьдесят пять. Даже напишу девяносто. Вот, девяносто, чтоб наверняка. Девяносто сантиметров, значит, надо отрезать. И на частоте семь мегагерц плюс-минус. Вот одиннадцать витков мне надо будет сделать. На двойке шум пошёл. Значит, вот говорю, вот и каждый раз кто-то лезет. Во, шесть и девять ровно, значит, резонанс. Ага, это вот это вот. Значит, тысяча пятьсот пятьдесят девять. Тысяча пятьсот пятьдесят девять. То есть, сто пятьдесят шесть сантиметров, да? Ну, запишу себе сто пятьдесят шесть. Ну, сто шестьдесят, в общем. Сто шестьдесят сантиметров. Итого, для изготовления трапов понадобится четыре, пять метров. То есть, пять метров кабеля будет намотано вот на вот эти вот... на вот эти четыре вот бабышки всего лишь. Вот. И уже будем соединять. Мотаем. Одиннадцать витков. Вот столько приблизительно, да? Оставляем. Всё, готово. Откусываем необходимый кусочек. Так вот его. И, соответственно, прям сразу будем сейчас его подготавливать к тому, чтобы, значит, чтобы сразу, так сказать, оконечить. Оконечивать мы его будем следующим образом. Значит, оставить необходимо вот такую вот длину. Ну, насколько я вот так прикидываю. Оплётку оставляем, снимаем только верхнюю изоляцию. Оставляем только верхнюю изоляцию. Оставляем верхнюю изоляцию. Это необходимо для того, чтобы аккуратненько-аккуратненько подпаять в четверть волновой, так сказать, ой, в четвертной резонатор. Всё, язык заплетается. Чтобы сделать трансформатор. На самом деле, всё это делается гораздо быстрее. Если вот не снимать видео, там, да, вот как-то... Лезвие тупое, не хватало ещё обрезаться. Всегда используйте острые лезвия. Вот. Потому что канцелярский нож фигня такая. Вот. Отлично. Или не очень отлично. Во всяком случае, отлично. По моим меркам. Это вполне достаточно. Тут все тоже угорали, угорали. Типа, опять ты там начинаешь делать, там, чтобы оно выглядело как заводская. Нет. Но понятно почему. Когда делаешь временное, оно становится постоянным. То есть, работает хорошо, ну и ладно. Ну и не трогай. Вот так. Всё, в общем-то, понятно. Аккуратненько снимаем всю изоляцию. Вот. Расплетаем косу. Изоляцию сняли. Потихонечку расплетаем. Значит, оплеточку нашу. Вот. У нас есть входная оплётка. Сейчас мы её оконечиваем. Залуживаем. И подготавливаем к пайке на непосредственно полотно. Почему выбраны шайбы? А потому что можно сюда же завернуть, пропустить петлю антенного полотна. Провод. И всё. Остаётся запаять. Провод крепко держится. Болт одновременно из-за того, что... Сейчас вот так вот даже можно сделать, да. Из-за того, что будет электрический контакт с болтом, он ещё и какую-то свою ёмкость даст. Это тоже хорошо, в принципе. Для трапа, в принципе, наверное, должно быть неплохо. Конечно, какая-то прям совсем уж идеальная картина мира не получится. Но нам этого и не требуется. Нам этого и не нужно. Ну и для того, чтобы у нас получилась совершенно православная, так сказать, картина мира, вот это дело сейчас окультурим. Без этого дела... Без изоленты нельзя. Жизнь без изоленты – это боль. Боль, страдания, мучения. Не знаю. Вот скотчем, знаете. А вот без изоленты, как люди жили раньше, я не представляю. Вот честь и хвала тому, кто придумал в первую очередь изоленту. А потом уже всё остальное. Скотч хорошо. Но синюю изоленту нам не заменит ничто. Вот это будем запаивать. Сейчас пока просто это дело скрутил аккуратненько, более-менее. Вот. Скрутил, соединил жилы. Всё. У нас получился четверть... Ой, четверть. Один к четырём трансформатор по ВЧ. И остаётся только его запаять, заизолировать. Значит, и всё. И вот вход. Вот выход. Готово. Все четыре балуна должны быть выполнены абсолютно одинаково. То есть, они должны выглядеть полностью идентично. То есть, вход жила, вход оплётка, выход жила. Ну, или наоборот. Посмотрим, как оно будет поудобнее включаться. Вот. Всё очень-очень-очень просто. Повторяем конструкцию ещё три раза. Так. Намотано четыре трапа. По одинаковой... Эти эти... Ой, разбегаются. По одинаковой схеме, как видите. Жила справа заходит на плётку слева. Вот так. Намотка в одну сторону. У всех четырёх. Значит, два по шесть, два по одиннадцать. Напомню, сороковой диаметр. Вот вам и все моточные данные, так сказать. Моточные, моточные. Всё. Остаётся только залудить, запаять, оконечить все вот эти вот выводы. Свободные какие есть. Вот. И, собственно, готово. Ну, тут я, да, я что-то посмотрел. Так, конечно. Это я, конечно, красавчик. Припой у меня жопой жри. Да. Собрал антенну. Поэтому продолжать буду уже завтра. Ну, ладно, это не принципиально особо. Во всяком случае, всё разбегается. Это неправильно. Нужно делать понемногу. Давайте сначала два, потом ещё два. Самое главное, ухватить центральную жилу и как следует прогреть все провода, чтобы как следует припой схватился. В принципе, у меня есть там, на самом деле, огромный припой для запайки, знаете, дедовскими методами этих газовых колонок. Отлично. Ухватилось и вторую половинку осы этой пропаять. И порядочек. И можно будет уже заизолировать это дело. Сюда вот, и чтобы затекло, и чтобы она не расплеталась. Да, в общем-то, здесь припоя получается больше, чем медиа. Паяется хорошо. Трг-58 чем хорошен. Легко паяется. Вот жила растянулась. Ничего страшного. Вот он даже есть какой-то свой кайф. На самом деле. Всё вот так вот красиво оно запаялось. Не очень заметно, да? Но вот нормально запаялось. Конечно, стоит потоньше как-то там делать. Вот эту работу проворачивать. Но тут, напомню, самое главное, чтобы оно было просто как следует схвачено. Промежду собой. Единственная задача всего этого дела, чтобы оно не распускалось тогда, когда не нужно. Ну вот, залудили с одной стороны, и с другой стороны. Просто прихватить эту косичку скрутки. И этого уже достаточно вполне. Вот. Ну и саму скрутку слегка пролудить. Ну что же. Вот у меня подготовлены все четыре трапа. Продолжаем разговор. Я ещё не гонял за припоем. Но это пока не важно. Вот, всё. Полностью готовые трапы. Они обвязаны. Пока синий изолентой. Но это самый идеальный, мне кажется, изолятор. Всё. Вот они готовы. Их пока мы убираем в стороночку. Займёмся балуном. Всё, как всегда. Подготовленное колечко. Достаточно большое по габаритам. Оно по массогабаритам, скажем так. Оно помощнее, чем то. Но это значение не имеет. Можно брать в три раза меньше, наверное. Для 100 Вт это более чем. Здесь, наверное, полкиловатта можно пропускать без проблем. Муфта. Всё то же самое, да. Вот сколько цена вопроса. 20 рублей. С заглушками 30. Нет, вру. 7 рублей. Вот. 7 рублей цена. Итого 35. Грубо говоря. Значит, два болтика. Четыре шаёбочки. Две гаечки. Отложены. На этот раз я не буду городить огород, как тогда. Поэтому заранее размечаем это всё дело. Всё. Сверлуемся. И прикручиваем провода. Но. Значит, надо подумать, какими будут провода. Вот. Есть центральная жила нашего кабеля. В общем-то, этого вполне достаточно для пропускания мощности. Ну, 100 ватт это же гарантированно. Такой баллон должен выдержать, в теории, в теории, до 400 ватт. Ну, то есть, 200 он выдержит гарантированно. Во всяком случае, в таком исполнении. То есть, когда соединены оплётка и жила. Да. Вот. Значит, вот такой диаметр. Он, на самом деле, очень-очень маленький. Вот её и не видно-то толком. Да? Да. Вот. Поэтому, в принципе, 0,8 проволоки для балуна будет вполне достаточно. Но проволоку я не хочу. Её достаточно тяжело паять. Она, из-за того, что это моторная, скажем так, проволока, её тяжело паять. Она достаточно жёсткая. И лаковая изоляция на ней очень-очень прочная. Её нужно, ну, чуть ли не наточили, стачивать эту изоляцию. Сделать это трудно. Ну, и поскольку это трудно сделать, будем использовать 0,5 провод многожильный. ШВВП. Я думаю, многие знакомы с этим делом. Вот. То есть, жила даже больше, чем в коаксиале. Чуть-чуть. Чуть-чуть больше. Шесть. Семь. Ну, вот, без утяжки, да. Получилось семь витков. Ну, соответственно, вот сейчас найдём тут жилу и откусим ещё чуть-чуть небольшой запасик. Что тут ещё? Два витка или один зайдёт. В принципе, вот эти длинные хвосты можно оставить. Они как раз и пойдут дальше на полотно. Вот так вот. Ну, и парные виточки. Парные виточки мы сейчас аккуратненько это дело сдвинем-раздвинем и получится красиво. Сдвигаем сюда, 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 как-нибудь вот так, всяк. Выравниваем. В общем, просто выравниваем, чтобы оно получилось бульмень-симпатично. Чуть не получается бульмень-симпатично, если вот здесь есть этот виток. Он меня смущает. Всё-таки вот этот короткий начальный виток я вынул. Не нравится мне такой подход. Будет полтора витка. Откуда зашло, туда и вышло. Точнее, пол витка. Но неважно. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять с половиной витков. Всё честно, я думаю. Я думаю, что это хорошо. А вообще, даже вот так мы это дело сделаем, чтобы вот вход и выход. Вот они, они. Да, то есть, вот так вот. Раз. Вот вход и выход. Нормально. Остается только перехватить это всё дело изоляцией. На более-менее одинаковом расстоянии. Витки друг к другу плотно. Я имею в виду филяры. Нити, намотки достаточно плотно друг к другу. И витки при этом отстоят на более-менее одинаковом расстоянии. То есть, видите, ноль фаза. Ну, будем называть это так. Ноль фаза находится рядом. А попарно они вот так вот более-менее равномерно распределены. Вот это, в принципе, мы и добивались такого результата. Так что, по старинке, рабочая схема, изоляция синяя, наш всё. Вот так вот. И перехватываем это всё дело. Нам не нужна какая-то супер плотная, ой, супер плотная, супер аккуратная замотка. Это не требуется. Здесь, как обычно, принцип лишь бы держалась. Как оно будет смотреться-то в конечном счёте? Значит, берём одно, один болтец с шаёбочкой. Раз. И... Дуаз. Хорошо. Зазор достаточно большой, не пробьёт. Во. Готово. И делаем клеммничек, так сказать. Делаем клеммную петелечку. Без фанатизма. Один оборот вполне достаточно. Тут главное потом залудить. Вот и всё. Довольно плотно, чётко, красиво. Встаёт на место. И здесь то же самое. Здесь то же самое. Делаем, заворачиваем, заворачиваем, заворачиваем. Делаем ровень. И буквально один оборот. Оп. Всё. Всё так же. Без проблем оно сюда накидывается. Остаётся только залудить. Ну, на это дело у меня припой есть. В общем-то, готовы два плеча. Правда, что-то я фазу с нулём перепутал. Но это не имеет значения. Фаза, ноль. Такое себе название. Значит, всё. Ну, наверное, не так всё-таки. Тут я что-то вот думаю, как это всё с клеммочками-то поступить. Может их распаять обратно. Может их распаять обратно и по новой перепаять. Наверное, так и поступлю. Всё-таки мелковатые я сделал вот эти вот фитюльки. Очень мелковато, тяжело они сходят. Поэтому, вот видите, да? Трудно. Трудно. Надо было покрупнее. Поэтому сейчас я эти колечки... Ого. Хрен её так снимешь. Она практически по резьбе насела. Во. Сейчас я эти колечки слегка распаяю маленькие. Обернём. Обернём и запаяемся прямо сюда. Чтобы точно намертвяк, так сказать. Всё-таки это ВЧ и делается уже надолго, так сказать. Ну да, вот приходится выкручивать. В общем-то, старый дипульс своё отработал. Сейчас будем снимать процессы. К сожалению, я показать не могу. Просто солнце здесь и больше некуда воткнуть камеру. Даже немного жалко. Снимаем. И к этому же проводу, РГ-58, прикручиваем новый балун, новый дипульс. И будем поднимать настройку. Показывать, наверное, я не буду. Делать я это буду не один, но с одним, может быть, даже с двумя коллегами-радиолюбителями. В общем, всё достаточно просто. Необходимо подключить анализатор и загонять два резонанса, регулируя длинную плечку. Вот и всё. Снимаем. Ставим. Демонтирована антенна. Можно сразу посмотреть. Появилась ржавчина на одном болту. Болте. Бол... Ты. На втором тоже. Но один разложился прям конкретно. Поэтому электрический контакт в этом месте не особо нужен. Это ВЧ-наводки и электрокоррозия, в общем, электрическая. Вот так. Эту антенну я сейчас ещё использую в качестве измерителя, так сказать, длины базовой. Будем... Мне нужно отмерить длину плеч первичных. Вот такой же, двадцаточный же. Сейчас прикручусь и буду замерять длину. Примерно такая же длина и должна получиться. Поэтому, чтобы осуществить базовую настройку лишний раз, один, может быть, раз опускания, это сэкономит. Ну и, соответственно, это сэкономит полчаса времени. Поехали! Сэкономит полчаса времени Ну и в итоге, как всегда, в процессе монтажа видео пришёл анализатор NanoVNA-V2. Ну, точнее, не V2, а он вообще теперь называет... Ну, не теперь, это ещё и промежуточная какая-то версия. SAA-V2. Вот так. Значит, это питоновый скрипт для него. Вот NanoVNA-SAA-Saver называется. И сейчас посмотрим, в первую очередь, на антенну 2,5-8. Что у нас там получилось? Я там брал тоже анализатор, подрезал тут кабель, тут по сантиметрику подгонял. Но вот сейчас посмотрим, что изменилось после того, как она стоит. Сейчас вот, после того, как я припавил разъём, и как я что, куда в трансивер подключаю. Давайте посмотрим на KSV. Первым делом, значит, подключаемся. Вот он уже определился. Вот, видите, как он называется? SAA-2. Connect. Подключим к девайсу. Ну и вот такая вот фигня получилась. Конечно, это чепуха. На неё пока внимания не обращаем. Нам необходимо выставить диапазон радиолюбительский. Давайте даже, знаете, вот 143, наверное, до 147. Красота, а не, как вам? Не поняли, в чём прикол? Объясняю. Вот маркер 2 на 145 МГц установлен. Вот расшифровка. Маркер 1, маркер 2, маркер 3. Под график KSV. 1,80. Вот у меня отмечено, я его вот раньше запускал, я же говорю, настраивал. Но с другим анализатором. Значит, что мы имеем? По уровню 2 перекрыто, ну, до 147 МГц на самом деле ещё вниз. Можно посмотреть, поиграться. Но давайте для начала радиолюбительский диапазон. Берём первый маяк и переползаем, первый маркер, и переползаем им в начало радиолюбительского диапазона. Куда-нибудь 144, там вот с копейками, где работают цифрой вот. Ну вот, грубо говоря, 144 МГц, да? Смотрим на KSV. 1,5. Ну, 1,52 так и быть. Теперь берём третий маркер и переползаем им в конец радиолюбительского диапазона. Переползаем, переползаем. Ну, вот где-то 100... Ну, хрен с ним. 146,04. Итого, KSV 1,6. И в начале и в конце диапазона KSV великолепный. До полутора считается. Вообще идеально можно не ломать голову. Ну, так вот. По уровню полтора... Если вот смотреть... Давайте подвигаем маркер до уровня полтора. Приблизим. Вот так. Ну и первый маркер тоже сдвинем. 144, прям вот начало. Прям начало диапазона. Значит, 144 и до 145,880. Почти целиком перекрытый. По уровню полтора диапазон. Как вам? А? 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 А на вызывной частоте давайте вот куда-нибудь 145,500. 45,500. Вот, ну вот. Ну, 480. KSV 1,3. Вообще супер. Можно. Нужно. Не ломать голову. Вообще. Всё. Радиолюбительский диапазон 2 метра у меня перекрыт. Подключил я свою антенну напрямую. Без согласующего устройства. Поехали смотреть диапазоны. По-по-ря-да-ч-ку. Давайте посмотрим, где у нас от 13 до 15 МГц. Смотрим. Не ожидаю увидеть здесь чего-то сверхъестественного. Да, вот по уровню 2. Вот как я и говорил, он уехал ниже и вот туда поплыл. Вот по... О, даже по уровню 2,5 получается. Так, давайте-ка. Кто-то рядом на 20-ке, что ли, вещает. Смотрите, какая колбаса возникает. Итак. Установим первый маркер в начало диапазона. 14 ровно. Ну, как-то вот так. В начале диапазона 1,7. Уже хорошо. Да, чуть-чуть промахнулись вниз. То есть, надо бы антенну подкоротить, но это сделать очень-очень-очень-очень тяжело. Ну, ладно. Устанавливаем в третий маркер в конец диапазона. Это где-то 14,3. Там, понятное дело, КСВ у нас должен перевалить где-то за двойку. Ну, да, вот. 14,3 МГц, КСВ 2,5. Ну, и середина диапазона. Классическая середина диапазона, да. Второй маркер передвигаем. Это где-то вот, где я в основном работаю. Где-то 130-140. Ну, по уровню 2. Ну, 2. КСВ 2, можно сказать. Неплохо. Неплохо. Такой вот, такой небольшой КСВ до трех. Это любой встроенный тюнер вытягивает без проблем. Ну, как вытягивает. Сопротивление реактивное гасит вот эту часть. Реактивное оно гасит. Вот оно мне и не нужно. Вот видите, вот она, реактивность трапа. Вот она. Ну, ладно. В принципе, для 20-ки более чем неплохо. Вот на 7-ке все чуднее на 7 МГц. Ну, давайте посмотрим. Вот даже от 6-ти и до 8-ми, давайте посмеемся. Значит, вот такая вот история, да, видите. И вот на 20-ке где-то что-то, опять же, что-то происходит. Кто-то вещает поблизости или нет. Ну, в общем, вот так. Промахнулись мимо резонанса. Но прикол в том, что, опять же, тюнер без проблем выстраивает антенну более чем в приличный уровень. Так, как надо. Без проблем каких-либо. А так, да, резонанс получился узенький. Вот давайте посмотрим. Вот второй, если точно смотреть, резонанс 1.4 получился на частоте 6.7. Передвинем первый маркер по уровню 2. О, плюс-минус. Давайте хрен с ним. Пусть будет 2.1 на 6.600. И третий. О, по уровню 2.6.780. То есть, видите, меньше 100 кГц по резонансу. Это не собственный резонанс антенны. То есть, это не собственный резонанс вот этого участка полотна. Ничего подобного. Это КСВ-КСВ. Но на самом деле мы видим, вот она реактивность. Резко падает. Это резонанс трапа. Там, в общем-то, сопротивление. Вот оно, оно резко вскакивает в невероятную высоту. 6.4 высота. И, собственно, вот оно, оно. Вот он резонанс полотна антенны. Вот, опять же, 6.8. Вот они сюда и сложились. Отсюда вот эта история. Но для того, чтобы вот реактивность была минимальная на этой частоте. Вот частота антенны. 7.100 приблизительно. Опять же, все вот это складывается. И мы получаем вот такой вот горб. К сожалению, вот с этим ничего сделать толком невозможно. Ну, конечно, нужно менять полотна, тыры, пыры. Вот это все, вот эти два горба, по-хорошему, нужно сдвинуть вместе, соединить. Вот так вот приблизительно. И тогда у нас сопротивление где-то здесь окажется. И мы получим вот такой вот, опять же, раз, вот как-то уходящий вниз. Плюс поиграть немножко с частотой. И вот уходящий вниз. И вот чуть-чуть как-то вот он пойдет вот так вот вверх. Вот так и должна быть настроена антенна. Ну, у меня вот не получилось. Тем не менее, сороковка строится и отлично рапортует. Вот так. Самое главное, что антенна работает. Ну, и давайте посмотрим от трех до, ну, до четырех. А, восьмидесяточку. Вот это смешно. Тут все просто, да, как я и сказал. Мы попали куда-то в 3200. Причем видно очень четко. Вот настоящий резонанс самого обычного диполя. Хлобысь. И готово. Вот такая вот она и есть. Красиво смотрится. Красиво, я считаю. Было бы неплохо, конечно, если бы оно все оказалось там, где оно должно оказаться. Ну, это мы подыграем. Ну, давайте посмотрим. Вот по уровню 2 приблизительно. Сейчас первый, второй маркер выставлю и посмотрим. Второй маркер по уровню 2. Да, вот где-то 100 килогерц от 2 до 2. В принципе, неплохо. В принципе, неплохо. А минимум, самый-самый минимум у нас оказался на 3,2 ровно. В единицу. В единицу согласована антенна. Ну, чтобы понимать, это выглядит только так страшно. Здесь, на самом деле, надо вот так уж тогда убирать. Оно не выглядело совсем страшно и не ломало мозг, педалагам. Вот так это выглядит. Вот. То есть, не такой уж он и острый этот пик. Но, тем не менее. Тем не менее. Как-то, как-то вот так. В принципе, в принципе, я более чем... По уровню 2. Более чем доволен тем, как работает антенна. Да, она не получилась. Она совершенно не получилась. Не верьте тем, кто говорит, что... Настраивать их очень легко. Ни хрена подобного. Ну, 3200 ровно. Единица КСВ. Вот в единицу 80-ку я могу настроить вообще без проблем. Благо мы здесь видим... Прям вот актив-реактив. Реактив 0. В основном емкостная, конечно. Потому что концевой эффект появился. То вот до этого мы не видели вообще емкостного сопротивления почти. Да? Ну, то есть резкий залом-то, конечно, есть. Но это в трапе уже емкость срабатывает. А так вот. Чисто емкостное сопротивление. Вот оно появилось. Из-за концевого эффекта, так сказать. У других трапов вот такого не было. Что вот от минус бесконечности чисто емкостное сопротивление растет к чисто индуктивному сопротивлению. Вот первый нормальный график антенны... Первый нормальный график реактивного сопротивления антенны. Вот так. И, соответственно, мы получили вполне себе нормальный горб. Ну и да. Вот это, конечно, грубо говоря. Вот если анализировать вот это все, да, там 6 и 7 есть. 6 и 7 и вот до... Ну, там 7 и 4. Ну, 7 и 3, хрен с ним. Вот опять же, если смотреть и анализировать, что мы имеем. Чисто индуктивное сопротивление, где-то вот оно оно. Чисто индуктивное, максимально индуктивное сопротивление, оно оказалось где-то в районе вот 6,850. 6,900. Да? Второй. Второй. Второй маркер. 6,875. 6, ну, 6,900 будем смотреть. 6,880, неважно. Да, КСВ здесь всего 4. Это не так много, как кажется. Тоже без проблем настраивается. Но вот чисто индуктивное сопротивление. Вот здесь висит трап. Дальше резко емкость. Вот с повышением частоты появляется емкостное сопротивление и стремится уже туда вниз, к минус бесконечности. Ну, а резонанс антенны, он где-то здесь получается. И постепенно уходит. Да, вот. Да. Ну, и вот тут, где оно и должно было встретиться, были мои сопротивления, к сожалению. К сожалению. Вот 50 Ом антенны. Вот. 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 Вот здесь получается. 50 Ом антенны. Вот они. По второму маркеру 50 Ом. Павел Елена Дмитрий на позывной частоте зовет. Вот, значит. 7228. Вот это вот нормально. Нормально. Там, где она и должна бы с одной стороны оказаться. Вот там, где 50 Ом. Но, уях. Не все так просто. Но ничего страшного. Не отчаиваемся, не расстраиваемся. Ничего страшного в этом нет. Вся вот эта реактивность убирается. И ровно там, где мне нужно сопротивление антенны становится без проблем. Как раз вот где-то... Ну, тут 70. Ну, в любом случае. Пускай будет 70. Это понятно, что КСВ лучше, чем 1.4. Как вам? Ну, нормально. Главное компенсировать вот эту реактивку. А я такая... Вот это вот не такая уж и большая реактивка. Минус 200 реактивных Ом компенсируется на всем диапазоне. Вот, да? Да, вот так вот даже. От минус 150... Второй маркер, где оказался? 7.0. Вот ровно. Вот. От минус где-то 150 Ом. То... Ну, там условно минус 200, да? Вот. Там минус 200 Ом. Все просто. И снова повышается. Так вот. Это без проблем. Тюнер любой компенсирует. Любой антенна согласующего устройства. Все. КСВ без проблем вытягивается до единицы. И еще раз на сороковке, если смотреть... На двадцатке, если смотреть на... Ну, на... 13.8, что ли, попал, да? 13.8 и... Давайте до 14.3. Смотрим сюда. Вот, опять же. В принципе-то неплохо. На самом деле, у меня двадцатка без согласующего устройства работает. Ну, как и должно быть. Там у нас типа полноразмерный дип. Вот. Начало диапазона установим. Первый маркер. Самое начало телеграфа. 14. Второй. Третий маркер в конец диапазон. 14.300. И... Второй куда-нибудь в середину. 14.100. Вот по уровню 2. Вполне себе неплохо, я считаю. 87 активных Ом. Минус 25 реактивных. 79. Ну, там, 80 активных Ом. 18 Ом реактивных. И во всех случаях это чисто емкостное сопротивление. 50 Ом реактивных. Это все согласовывается очень-очень просто. На самом деле, больше половины тюнера получается не задействовано. Больше половины релюшек. И это очень хорошо. Очень хорошо. Это в любом случае лучше, чем, например, городить антенну длинные лучи, согласовывать ее вечно на все диапазоны. Тут один раз кнопочку нажал, работаешь на всем диапазоне с одной-единственной перестройкой. Вот и все. С одной-единственной настройкой антенны. Вот так. Вот такая вот красота получилась. Ну что, господа. Вот на этом я действительно прощаюсь с вами. Рад буду каким-то комментариям, пожеланиям, замечаниям. А на будущее, раз уж у меня появился анализатор антенн, вы же понимаете, лучше один раз купить недорогой анализатор антенн и до конца жизни, во всяком случае жизни анализатора, строить свои собственные антенны. Представляете? Как вам такой контент? Поделитесь мнением в комментариях. С вами был Бутылкус, позывной Роман Третий, Павел Леонид Николай. Подписывайтесь на канал, пишите комменты, лупите в колокол, пускай звенит, как и яйца котов, в апреле. Потому что в марте что-то не звенело ни хрена. Вот в апреле разорались, весну почуяли. Ну ладно, всем пока.